МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпая. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. До 25 августа на горячей линии Роспотребнадзора можно узнать о качестве и безопасности вещей для детей и школьников. Лето, пора арбузов, как правильно выбрать плод. Зов леса собрал подростков в Мордовском заповеднике. Там прошла спортивно-развлекательная игра. Вперед к ледовым вершинам. В спортивной школе Саров объявили набор в секцию хоккей и шайбой. Далее расскажем обо всем подробно. До 25 августа на горячей линии Роспотребнадзора можно узнать о качестве и безопасности вещей для детей и школьников, чтобы подготовиться к новому учебному году. Вопросы можно задать по номеру 8 800 555 49 43. Это единый консультационный центр Роспотребнадзора. Номер работает бесплатно и круглосуточно доступен по всей России. Специалисты расскажут, на что обратить внимание при выборе детских товаров для школы, как определить качественные и безопасные школьные принадлежности, какие требования и нормативы действуют для этих товаров. Кроме того, консультацию также можно получить в территориальных отделах Роспотребнадзора по дополнительным телефонам горячей линии и лично в консультационных центрах и пунктах. Адреса и контакты можно найти на сайтах управления Роспотребнадзора. Там же опубликованы рекомендации, как выбирать школьные вещи и организовать рабочее место и режим дня школьника. Август, пора арбузов. В конце лета граждане по традиции привыкли лакомиться бахчевыми. Как правильно выбрать арбуз, чтобы не выбросить деньги на ветер, узнала наша съемочная группа. Наверное, в жизни каждого была такая ситуация. Покупаешь большой красивый арбуз, напрягая силы приносишь его домой, и вот когда уже разрезаешь заветный плод, внезапно оказывается, что арбуз невкусный, недозрелый, переспелый или даже вовсе напечкан химией. Чтобы не ошибиться при выборе бахчевого, мы обратились к тому, кто имеет дело с арбузами уже много лет. Я всегда могу советовать, выбрать, потому что у меня стаж уже почти 20 лет. Больше 18 лет я занимаюсь этим бизнесом. Я очень хорошо в них разбираюсь, это уже как хобби стало. В первую очередь хороший арбуз должен весить минимум 10 килограмм. Это легко проверить, ведь в каждом прилавке есть весы. Впрочем, вес может быть чуть меньше, он зависит от сорта. Но в целом 10 килограмм – стандартный вес для хорошего вкусного арбуза. И, во-вторых, чтобы он был хороший, нужно смотреть на свежесть арбуза. Он должен быть свежий. То есть, говорят, там арбузу должен быть хвостик сухой. То есть, когда у него хвостик сухой, это значит, что он лежал уже больше недели, и он у него высох. Арбуз, хвостик всегда должен быть зеленый. Он должен быть, вот как у нас, видите, да, вот лежат большие, как бы отборные. И у него должна быть желтое пятно сбоку. Обязательно арбуз должен лежать на боку, и у него должно быть желтое пятно. Чтобы удостовериться, что арбуз не переспел, необходимо постучать по нему. Звук подскажет, стоит ли покупать арбуз. Он должен быть звонкий и как бы звенеть. Если он глухой, стучишь по нему, он как бы глухой мячик, он будет уже переспевший, понятно, это уже не свежий арбуз. Вот, вот. Слышите, да, звук какой? Звонкий. Вахид Саидов уверен, что эти простые правила помогут не допустить ошибки и выбрать вкусный арбуз. На саровских прилавках представлены плоды из Дагестана, реже из Ставропольского края и Астрахани. Есть и зарубежные арбузы из Ирана и Азербайджана. Опытный Вахид уверен, чем теплее страна, тем слаще арбуз. Никита Белямов, Руслан Лапшин, Кирилл Новикевич, Служба новостей, Саров-24. Продолжается прием заявок на премию «Новые создатели 2024». Принять участие могут работники городских предприятий, представители общественных организаций, некоммерческих объединений, активные жители атомных городов в возрасте от 18 лет. С 19 сентября по 2 октября пройдет народное голосование за соискателей премии в Телеграм-боте «Премия. Новые создатели». Лауреатов, занявших первое, второе и третье места по итогам голосования, пригласят в Москву на церемонию награждения. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если льготу вам не предоставили, первым делом обращайтесь в сам банк. Возможно, произошла ошибка. Следующий шаг – подать заявление финансовому уполномоченному. Он рассматривает споры потребителей с финноорганизациями. Кроме того, поможет жалоба в Роспотребнадзор. 24 августа с 10 часов Центр тестирования ГТО города Сарова принимает следующие нормативы испытаний. Плавание. Место проведения – спортивная чаша бассейна «Дельфин». Проспект Музруково, 45. Стрельба из электронного оружия. Место проведения – конференц-зал бассейна «Дельфин». Бег на длинные дистанции. Место проведения – бековые дорожки большого футбольного поля. При себе обязательно иметь удостоверение личности и справку о группе здоровья. Зов леса собрал подростков в Мордовском заповеднике. Под таким названием состоялось спортивно-развлекательное мероприятие с обширной географией участников. В заповедник прибыли ребята из Темниковского и Зубово-Полянского районов, Сарова, Москвы и Луганска. Участникам предстояло продемонстрировать знания экологии, проявить свою находчивость, эрудированность и физическую подготовку в станционной игре. В Мордовском заповеднике состоялось спортивно-развлекательное мероприятие «Зов леса». Сюда приехали дети, подростки и даже взрослые для того, чтобы показать свои таланты и навыки выживания на природе, сразиться в своих знаниях в экологии, ловкости и находчивости. Участники прибыли в заповедник на велосипедах. Маршрут был проложен от пляжа на реке Мокша в городе Темников до центральной усадьбы заповедника поселка Пушта. Протяженность более 10 километров. В заезде приняли участие жители Темниковского района, Москвы и города Саров. Видел объявление в Саровском сообществе, подумал, что отличный повод спортивно привести время и познакомиться с новыми людьми. Уже на месте к велосипедистам присоединились участники из Луганской народной республики. Эти ребята приехали в заповедник на экологическую экспедицию и смогли поучаствовать еще и в станционной игре. Сражались против воспитанников Зубово-Полянской спортивной школы Кёкусин и военно-патриотического клуба «Голубые береты» города Темников, а также команды от поисково-спасательного отряда группы «Рысь Саров». С Мазовским заповедником сотрудничали давно, уже несколько лет. Приезжали на День решения, неоднократно поставляли площадку тоже свою. Нам здесь нравится, да, нам нравится сотрудничать с Мазовским заповедником. Мы очень рады, что они заинтересованы нашей тематикой поисков детской безопасности, взрослой безопасности. И если нас еще пригласят, конечно, мы еще приедем. Маршруты были проложены так, чтобы все откликнувшиеся на зов леса смогли посетить экскурсионные объекты заповедника, увидеть красоту природы и получить новые знания. Нас позвал лес, и мы откликнулись на его зов. Много всего интересного сегодня видели, много чего разгадали, много чего узнали, много с кем поговорили, много посмеялись. В общем, все было супер, квест был очень интересный. Меткость, ловкость и скорость – это те умения, которые смогли участники применить на площадке, подготовленной клубом «Голубые береты». Сегодня у нас это медицинская подготовка, тактика, да, это у нас мы тампонацию проводим и оказание медицинской помощи. Дальше стрельба из пневматического оружия и разборка-сборка учебного пистолета, ПМ, пистолет Макарова, и метание ножей, соответственно, точка. Мероприятие успешно проводится второй год подряд. Администрации заповедника принято решение сделать зов леса ежегодным событием. Мы надеемся, что мероприятие станет действительно ежегодным, но каждый год мы будем удивлять наших участников какими-то новыми моментами, новыми соревновательными этапами. И надеюсь, что всем будет интересно и далее в нем принимать участие. Следующее мероприятие, которое ожидается в заповеднике – это пятнистый фест. Он состоится в поселке Пушта Темниковского района 7 сентября. Мы продолжаем рубрику «Ищу хозяина». Ее цель – помочь найти семью обитателям приюта «Мурдом». Десятки котиков и кошечек, привитых и стерилизованных, ждут, когда обретут новый дом. Возможно, герои сегодняшнего репортажа станут добрыми друзьями именно для вас. Марс – роскошный, пушистый кот с красивыми глазами. Марсу три года. Попал в приют с улицы в молодом возрасте. Волонтеры выявили у него проблемы с пищеварением. Но кота быстро вылечили и наладили питание. Марс полностью здоров. У него есть все прививки, обработки. Он кастрирован. Животное готово к тому, чтобы переехать в новый дом. Марс спокойный и ласковый. Не проявляет агрессии. Хорошо уживается с другими животными. Марсик можно взять как и одним животным, так и, например, к другому котику. Потому что до того, как у нас в приюте случилась перестановка, он жил в большом вольере вместе с другими котиками. И он ни с кем не дрался, он никого не задирал. Он вообще совершенно спокойно существовал и ладил со всеми остальными. Поэтому он неплохо уживется как с кошками, так и с собаками, скорее всего. Марс любит активные игры, поэтому станет хорошим другом для детей. Котик Дейл попал в Мурдом осенью прошлого года с улицы вместе со своим братом Чипом. Котята были инфицированы, поэтому Чип не выжил. А Дейл смог выкрапкаться. Волонтеры его вылечили от всех болезней. И совсем недавно Дейл переехал из карантина в приют. У него тоже есть весь комплекс процедур в виде кастрации, вакцинации, обработок. В этом плане все прекрасно. Котик молодой. Ему где-то год, год и три месяца. Примерно так. То есть он еще прям совсем мальчик. Он очень любит поиграть. То есть вот этот кот, он идеально подойдет в семью, где есть дети, потому что ему хочется попрыгать, поноситься. Потому что, считайте, всю свою жизнь он практически сидел сначала в одной клетке, потом в другой клетке, сейчас переехал в третью клетку. Конечно, ему очень хочется побегать, поноситься, попрыгать. К этому нужно быть готовым, чтобы котик у вас дома будет очень сильно активней. По характеру кот ласковый, дружелюбный. Любит сидеть на руках и мурлыкать. Хорошо поладит с другими животными в доме. Сейчас в мурдоме 120 обитателей. Еда и наполнители для них уходят за несколько дней. Большая часть расходов идет на лекарства, вакцины и обработки. Средств на все не хватает. Поэтому приют просит горожан оказать посильную помощь. Нам всегда нужны древесный наполнитель, тоже уходит очень быстро. Нам нужны всегда, мы принимаем старое постельное белье, потому что оно чаще все у нас идет либо на подстилке, либо мы с помощью них убираемся. Полотенца, коврики, лежанки, это все мы тоже с удовольствием принимаем. Ну и естественно, такие, ну скажем, расходные материалы, как когтеточки, лежанки, столбики, домики, игрушки, это все нам тоже очень надо. Также всегда необходимы сухие и влажные корма, многоразовые пеленки, лекарства. Часто животным в приюте не хватает внимания и общения, поэтому в часы работы Мурдома волонтеры ждут всех желающих в гости. Поддержать приют можно и финансово, отправив любую сумму по номеру телефона или по QR-коду, который можно найти в группе ВКонтакте. В соцсетях или по телефону 8 908 762 0951 можно задать все интересующие вопросы, подробнее уточнить список необходимого и изъявить желание познакомиться с пушистыми героями наших выпусков. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Кирилл Новикевич, служба новостей, Саров-24. Вперед к ледовым вершинам. В спортивной школе Саров объявили набор в секцию хоккея с шайбой. Опытные тренеры поставят самых юных ребят на коньке и научат о замыгры. Дети постарше могут стать частью юношеских команд. Подробнее о наборе расскажем в нашем репортаже. Быстрота, выносливость, реакция, умение работать в команде и дисциплина. Эти и многие другие качества, которые, несомненно, пригодятся ребенку в жизни, отлично развивает игра в хоккей. Спортивная школа Саров объявила набор на обучение. В этом году в секцию хоккея с шайбой принимают деток с 4 лет. Когда ребята приходят, кататься они еще в основном не могут, поэтому в самом начале мы делаем упор на катание. Конечно, ребята учатся кататься, катаются с воротиками под присмотром тренера. И в самом начале из экипировки нужен только шлем на голову и коньки. Еще приветствуется роликовая защита на локотники, на коленники, ну и на руки, перчатки, варежки. Также дети 2016, 17 и 18 годов рождения могут пополнить действующие команды. Преподавателями будут Дмитрий Васильевич Быстров и Василий Михайлович Смирнов. Все занятия будут проходить бесплатно на базе Ледового дворца. Спортивная школа готова принять всех желающих. Главное требование к ребятам, которых мы набираем, это справка от педиатра. У них не должно быть противопоказаний для того, чтобы они могли заниматься в спортивной секции. В целом мы приглашаем всех, умеет ребенок кататься, не умеет кататься. Здесь мы всему научим. Документы уже можно приносить методисту Ледового дворца. Совсем скоро откроется набор через госуслуги. Справки по телефону 62622. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших новостей. Субтитры подогнал «Симон»!